Приветствую, меня зовут Сокол, и сегодня у нас новости от Дома DC и Warner Bros. А именно, смена руководства, недовольство работой в студии, но главная премьера третьих фантастических тварей, коих я посмотрел и сегодня отрецензирую. Я хотел впихнуть сюда еще и отзыв о третьей серии Лунного Рыцаря, но оказалось, что я всеми своими впечатлениями уже поделился, высказываясь о первых двух сериях. И это просто будет повторение сказанного. Сериал продолжает быть классным, это все, что мне есть сказать на сегодня. При берегу лучше похвальбы и замечания для итоговой рецензии, когда выйдут все шесть эпизодов. Третья серия вышла, она держит планку качества, Оскар Айзек все еще прекрасен, его актерская игра, когда его голосом типа говорит Хонсу, замечательна на мой вкус. Мы с вами на этом канале уже не раз критиковали политику Warner Bros. Их странные решения и поведение. Взять хоть ту же историю с Заком Снайдером, неудачу с Матрицей и чехарду с одним из главнейших активов компании, волшебным миром Джоан Роулинг. Не сказать, что руководству компании везло с исполнителями. Ворнеры как-то уж слишком часто оказывались в ситуации, когда делали ставку не на тех людей, ну либо не на те идеи. Будто бы им отказывало чутье. Или им просто не везло. Ну кто бы мог подумать, что скандальный развод Эмбер Хёрта и Джонни Деппа разрастется до таких масштабов, обрастая все новыми и новыми подробностями. Или, например, совершенно никто не мог предположить, что Джоан Роулинг что-то там в Твиттере бряхнет такое. Но все же, из этого еще можно как-то вырулить. Это, по сути, не вина Ворнеров. В третьем фильме серии «Фантастические твари» они кое-как все-таки выруливают эту ситуацию. А вот что простить никак нельзя, так это неуклюжую, опять же, ситуацию со Снайдером. Я, конечно, не фанат его фильмов, но именно взаимное непонимание друг друга, руководство не понимало Снайдера, Снайдер не понимал, чего от него вообще хотят, в принципе, угробило потенциал киновселенной DC. И хотя я все еще уверен, что за фильмами DC следить интереснее, чем за фильмами Марвел, так как в результате творческих провалов они стали рисковать и экспериментировать, что интересно, лично мне, но все же против фактов не попрешь. Потенциал DC упущен, Супермен, увы, простран, да и остальные герои под вопросом, несмотря на грядущие премьеры. Даже интересно, как они все это собираются исправлять во флэшпойнте. Нельзя простить и то, что они сделали со вторыми тварями. Просто какая-то мешанина. Роулинг – писательница, а не сценаристка. Ее книги шикарны, не все, но все же. Но это книги, это не сценарий к фильмам. В фильм нельзя напихать кучу персонажей и сюжетных линий. Он от этого может просто развалиться. Почему ей не дали в помощь профессионального сценариста? Они же не могли не видеть эту сценарную кашу. Торопились выпустить готовый фильм? Или как, вообще не понимаю. И на все эти неудачи вновь обратило внимание новое руководство Warner Bros. Да, совсем недавно Warner Media и Discovery завершили объединение своих медиа-активов в новую компанию Warner Bros. Discovery. В результате чего руководящие посты в киноподразделении знатно так перетрясли. Руководство новоиспеченной компании Warner Bros. Discovery намерено провести серьезную реорганизацию DC Entertainment. Entertainment, Entertainment, да и перный театр. Entertainment. Несколько знакомых ситуаций источников утверждают, что генеральный директор Дэвид Заслав встречался с топ-менеджерами и потребовал повысить узнаваемость бренда, а также улучшить соответствие комиксов, фильмов, телешоу, видеоигр друг к другу. Заслав также встречался с разными людьми, чтобы найти кого-то, кто мог бы стать ключевой фигурой в этом процессе и управлять всем контентом DC. Ну, подобно тому, как это делает Кевин Файги в Marvel Studios. Среди этих кандидатов бывшая топ-менеджер киностудии 20-й век и промоунт Эмма Уоттс. Но, похоже, она не согласится на эту работу, по мнению инсайдеров. Заслав признает, что DC добились кинематографического успеха с недавними фильмами, такими как Аквамен и Бэтмен. Однако DC не хватает последовательной, креативной и брендовой стратегии. А несколько первоклассных персонажей, таких как Супермен, эксплуатировались плохо и нуждаются в возрождении, по словам Васлова. Также новое руководство Warner Bros. опасается продолжать франшизу «Фантастические твари». Об этом сообщили источники издания Variety. Одна из причин, почему Warner Bros. не очень хочет продолжать серию фильмов – снижающиеся кассовые сборы. Вторая часть с подзаголовком «Преступление Грин-де-Вальда» собрала в прокате на 20% меньше первой картины и на момент премьеры была хуже всех оценена. А «Тайны Дамблдора», как и предрекали аналитики, показывают пока худший старт среди всей франшизы. Пока что. К тому же оценки от критиков тоже не радуют. Рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes упал ниже 60% за последнюю неделю. 15 апреля фильм стартует в США, так что рейтинг может еще снизиться. Еще одним поводом для отказа от продолжения серии могут стать многочисленные скандалы. В 2020 году Warner Bros. отстранила Джонни Деппа от фильма из-за судебных разбирательств с актрисой Эмбер Хёрд. Вместо него на роль Грин-де-Вальда взяли Матса Миккельсона. В марте 2022-го Эздра Миллер, исполняющий роль Криденса, попал в скандал после драки в баре и обвинениях в хулиганстве и также домогательствах. Кроме того, высказывания автора вселенной Джоан Роулинг не добавляют плюсов ситуации. Из-за этого многие звезды, участвующие в фантастических тварях, отказываются от общения с прессой. Они не хотят оценивать позицию писательницы, чтобы не получить репутационный ущерб себе. Короче, Ворнеры пока не приступают к работе над четвертой частью. Напоминаю, что в планах было аж пять фильмов. Решение будет приниматься в зависимости от успеха фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». И, судя по всему, успехов этих не ожидается. Ну и, собственно, рецензия. Пираты корюско... Твою мать. Фантастические твари. Тайны Дамблдора. Вы это можете понять по пиратской шляпе, да. На мой вкус, картина оказалась лучше предыдущего фильма. Но все же. Увы, все еще так себе. Понимаете, этот фильм нельзя назвать плохим, конечно, ни в коем случае. В нем полно интересных и очень даже хороших сцен. Но все же в нем также полно скучных и совершенно пустых моментов. Все так же полно ненужных персонажей. Многих из которых я с трудом вообще вспомнил или запомнил. Имеются и какие-то провалы в логике. Персонажи зачастую что-то делают не потому, что это идет от них, и это объясняется логикой их характера, а просто потому что. Потому что так надо. Вещи в этом фильме просто происходят. Имеются вопросы и к некоторым деталям, и к логике некоторых мест, которые показаны тут впервые. То есть проблема к кашеобразности сценария, как и у предыдущего фильма, никуда не делась. Хотя видно, что пытались, пытались исправить, пытались сделать фильм увлекательнее, и отчасти это даже получилось. Но все-таки захватить фильму и погрузить в себя удалось лишь со второй половины. Да, первый час фильма абсолютно мертвый. Абсолютно. В нем ничего занимательного не происходит. Какое-то веселье и хоть что-то интересное начинает происходить лишь со второй половины фильма. Если бы происходящее еще не характеризовалось фразой, ну а просто потому что, то можно было бы второй половине фильма поаплодировать даже. Там есть классный экшен, интересные магические штуки, фан-сервис, а главное весьма хорошая актерская игра. Простите, конечно, фанаты Джонни Деппа, но Миккельсон его просто переиграл. Да и внешность Грин-де-Вальда без этой вычурной прически стала явно лучше. Да. Конечно, фильм никак не объясняет смену внешности, ну и хрен бы с ним, как бы все и так все понимают. Миккельсон невероятно обворожителен и утончен в роли Грин-де-Вальда, а напряжение между ними и Джудом Лоу, который играет Альбуса Дамблдора, можно ножом натурально резать. Не буду прятать слона в комнате, Дамблдор с Грин-де-Вальдом любовники, это проговаривается прямым текстом. И на удивление, это смотрится вполне органично. Просто актеры очень хороши, понимаете? Им веришь. Особенно финальная короткая схватка получилась у них, ну просто мега эмоциональной. Я знаю, те, у кого аллергия на подобное, конечно, будут возмущаться. Но лично меня больше возмущает то, что режиссер Дэвид Йейтс почему-то уничтожил одежды волшебников, обредив их в магловские костюмы тройки. А не то, что два отличных актера играют любовь. Нет, серьезно. Где мантии? Где островерхие шляпы? Почему Дамблдор одет в брюки, рубашку и самое обыкновенное серое пальто или сюртук? Это Дамблдор, на секундочку, который славен своими причудами. Все так же хороший Ньютс Камандер в исполнении Эдди Редмейна. Все так же прекрасен Якоб Ковальский в исполнении Дэна Фоглера. Этим двоим дали больше экранного времени, чем в прошлый раз. Ну, либо же мне просто показалось. Для меня все еще загадка, зачем вообще смешивать приключения мага-зоолога и сюжеты о предыстории фильмов про Гарри Поттера. Видимо, не смогли придумать, как все это вывернуть и теперь вынуждены тащить за собой фантастических тварей в названии постоянно, а также персонажей пока что единственного успешного приквела, запихивая их туда, где им, казалось бы, совсем нет места. Тина. Тина. Хочется спросить создателей, куда они делят Тину в исполнении Кэтрин Уотерстоун. Ну, прекрасный же персонаж. То есть, там есть для нее прекрасная роль, но почему-то ее заменяет какая-то совершенно новая героиня на ее месте, а Тина появляется лишь в эпизоде. В чем Тина провинилась? Может быть, в чем-то актриса провинилась? Совершенно невозможно поверить в то, что Тина будет безучастна в судьбе своей сестры Куини. Что за бред? То есть, магу-зоологу есть место во всей этой истории, а Тине, чья сестра в лапах Грин-де-Вальда, нет? Что за... Зато каких-то других героев пихнули, каких замучаешься вспоминать. А новая героиня, симпатичная, конечно, но я даже имени ее не запомнил. У нее магия почему-то с книгами связана. Я не знаю, что это за книжный червь такой. Кто такая? Зачем она тут? Ой, крикненца этого бедного тащат опять же. В итоге, такой бесполезный хрен, оказывается, ну вообще. Зачем его надо было тянуть через три фильма аж? Совершенно не понимаю, короче говоря. Ладно. Как и предыдущий фильм, этот, как вы поняли, утягивает на дно сценарий. И какая-то не очень адекватная работа с персонажами. Еще не покидает ощущение того, что это филлер, а не полноценный фильм. При всем, при этом, картина зрелищная. Некоторые эпизоды в ней прекрасны, как я уже говорил. Актерские работы хорошие. Этот фильм лучше предыдущего. Но, увы, увы, это бронза. К сожалению, думаю, что фильм провалится. Однако, чем черт не шутит? Ну и напоследок хочу сказать, создатели, вы фишку с зеркальным измерением у Доктора Стрэнджа стыбрили, да? Ну а с вами был Сокол. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой Телеграм, подписывайтесь также на новостной Телеграм, ссылки в описании. Ну и, конечно, подписывайтесь на группу ВКонтакте, а еще там появились ссылки на мой Яндекс.Дзен и ссылка на Рутюб даже. Да, подписывайтесь. Такие вот времена. Теперь надо везде подписываться, иначе Ютюб заблокируют, а мы с вами больше не увидимся. Ну и, конечно, рассмотрите, пожалуйста, возможность подписаться на меня через Бусти. Я буду вам очень признателен. Ну и, конечно, огромное спасибо всем тем, кто уже подписан на меня через Бусти, кто поддержал меня на Бусти. С вами был Сокол. Пока. И берегите себя.